В эфире подей на телеканале ЛОД, в студии Юлия Бетимерова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Лисичанске праздновали День шахтера. На шахте имени Мельникова открыли памятный знак погибшим горнякам. На оккупированных территориях Донбасса стремительно растет число нищих. Российские боевики продолжают копировать действия немецко-фашистских захватчиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Повышение должно коснуться не только бюджетников. Все предприятия в стране должны понять зарплаты для своих сотрудников. В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отметили люди, чей нелегкий труд – залог развития экономики страны. Ежедневно рискуя своими жизнями, шахтеры спускаются под землю, чтобы добыть необходимый нашим электростанциям и металлургическим предприятиям уголь. Наша съемочная группа побывала в Лисичанске, где состоялись торжества, посвященные Дню шахтера. День шахтера – один из главных праздников нашего региона. Горняков встречали оркестром. Поздравить шахтеров прибыло руководство области и города. Мой отец 30 лет имеет шахтерского стажа, проработал на предприятиях в Кировске. Говорил, сынок, есть два праздника – Новый год и день шахтеров. Это мне с детства так и повелось. Когда я ехал сюда, общался со своим товарищем, говорю, что нужно для шахтеров. Он говорит, ты знаешь, от власти нужно, первое, не мешать, второе, не втягивать в политику. Еще раз хочу поздравить всех праздников, желаю вам крепкого здоровья, всего самого хорошего, самого главного мира. Храни вас Господь. Поздравляя коллег, генеральный директор Лисичанского угля Вячеслав Теросипов высказался однозначно. Лисичанские шахтеры смогут преодолеть трудности. Мы с вами прожили очень-очень сложный год. Нас в этом году, к сожалению, лишили государственной поддержки, решили, что мы без нее проживем. Постоянно пугают наши шахты консервацией, закрытием. Мы пережили с вами, а первомайцы и сейчас переживают военные действия. Однако мы не сломались. Мы живем, мы не допустили закрытия наших шахт. Никакой консервации, никакой ликвидации, по крайней мере, в этом году ни в коем случае не будет. Кроме слов поздравлений были и награды. Грамотами и дипломами отметили лучших. Иван Полупанов, Илья Трофимов. Падеи. В канун Дня шахтера на Лисичанской шахте имени Мельникова открыли памятный знак погибшим горнякам. Добычу угля на предприятии здесь начали еще в 19 веке. И по-прежнему добыча дается нелегко. 118 шахтеров отдали свою жизнь, работая на километровых глубинах. Подробности далее. Тем, кто не вернулся из забоя на шахте Мельникова, открыли памятник на мемориальной плите. 118 имен. Самая ранняя дата – 1950 год. Младшему из погибших в 2014 Михаилу Светличному было 18 лет. Как говорят ветераны шахтерского труда, причины гибели шахтеров – это очень сложные горно-геологические условия и нарушения правил техники безопасности. Довольно часто случается, что по вине одного страдают десятки других. Горняки считают, очень важно, чтобы эти имена помнили и люди знали истинную цену угля. Инициатива была общая, но в основном она исходила от профсоюзного комитета шахты, и мы ее поддержали, руководство шахты ее поддержало. И, в общем-то, появился вот такой памятный знак, он строгий, конкретный, ну, траурный, естественно. В ближайшее время будут установлены три памятника погибшим горнякам на каждой из шахт Лисичанска. Иван Полупанов, Илья Трофимов, Падеи. На Луганщине три раза обстреляли Трюхизбинку и Крымское. Российские боевики копируют действия немецко-фашистских захватчиков. А на улицах оккупированных городов увеличивается количество нищих. Далее в обзоре подробнее об этом. За минувшие сутки обстрелом подверглись рубежи в районе Трюхизбинки и Крымского. В целом на Луганском направлении фиксировались одиночные выстрелы провокационного характера. Станом на 7-му годину ранку 31 серпня на Луганскому направлению 2-го дуба Коспіль фиксируются лише поодинокие обстрелы наших позиций, которые имеют где больше хаотичный и провокативный характер. А на Артемьевском направлении, Попаснянский район, дотримано режиму припинения вогню. В целом на Луганщине зафиксировано три обстрелы. Так само, как и минулые добы, зазнали вогневого уражения оборонные рубежи Збройных сил Украины в районах села Трюхизбинка и Крымске на Лайдарском районе. Подразделения ВСУ, Государственные пограничные службы, МВД и Национальной гвардии обороняли и охраняли блокпосты и опорные пункты, выполняли боевые задания, в секретах вели наблюдения за противником, пребывая в готовности отбить любые атаки российских наемников. Антрацитовские боевики поселяются в дома украинцев, которые их оставили из-за оккупации. Об этом сообщает пресса Украины. На воротах большинства этих домов стали появляться объявления с угрозами наказать любого, кто нарушит их спокойствие. Внимание, в этом доме живут русские. Кто будет нарушать их покой, будет наказан, говорится в объявлении антрацитовских террористов. Удивительно, но современные объявления пророссийских боевиков являются точной копией объявлений, которые в свое время развешивали фашисты на домах, в которых они жили. Внимание, в этом доме живут немцы. Кто будет нарушать их покой, будет расстрелян, угрожали захватчики. В сети появилось видео, на котором террорист стреляет из автоматического гранатомета, расположенного во дворе жилого дома, сообщает обозреватель. Пользователи соцсетей определили, что местоположение стреляющего в Петровском районе Донецка, а стрельба ведется по городу Марьенко. Напомним слова классика русского мира. И пусть кто-то из украинских военных попробует стрелять в своих людей. Российские военные будут стоять позади людей. Не спереди, а сзади. Путин. Об угрозе гуманитарной катастрофы в Донбассе говорят международные наблюдатели. Сами жители оккупированных территорий свидетельствуют о большом количестве попрошаек и о том, что продукты и бытовые товары подорожали более чем вдвое. Большинство товаров российского производства и низкого качества. В Донецке полулитровый пакет молока стоит 20 гривен, арбузы 10 гривен за килограмм, четыре раза выше по сравнению с киевскими. Цены на сыр и овощи. Литр подсолнечного масла 38 гривен, тушки бройлеров по 75 гривен, рис и гречка по 30 за килограмм. В Донецке стоимость пачки черного чая 20 пакетиков, трое дороже, чем в Киеве, 118 гривен. Ситуация с лекарствами на грани катастрофы. К примеру, упаковка климоксина, которая в Киеве стоит от 77 гривен, в Донецке стоит не меньше, чем 240 гривен. В магазинах оккупированных городов можно рассчитываться и в рублях, и в гривнях. Однако курс этих валют сепаратисты определили как один к двум. Поэтому те, кто стал получать зарплату и пенсию в рублях, теряют до третий средств на разнице в курсе. В последнее время на улицах городов Донбасса появилось много нищих. Среди них и пенсионеры, и молодежь, и дети. Это еще не все. Далее в выпуске вы узнаете о таком. В Золотом обнаружили подпольный цех по изготовлению ликероводочных изделий. В Северодонецке для школьников прибыл гуманитарный груз из Тернополя. Вид сердца до сердца. Волонтерский творческий десант в Северодонецк. В Золотом обнаружили подпольный цех по изготовлению ликероводочных изделий. Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Луганской области в ходе проведения операции «Акциз-2015» провели обыск в магазине города «Золотое». Там был обнаружен подпольный цех по изготовлению ликероводочных изделий. В ходе операции изъяли 5-литровые пластиковые емкости со спиртосодержащей жидкостью, ликероводочные изделия, вино, пиво в общем количестве 130 бутылок и табачные изделия, которые реализовывались без лицензии. Всего изъяли товаров на сумму 20 тысяч гривен. Напомним, распоряжением председателя Луганской областной военно-гражданской администрации введен запрет на реализацию ликероводочных изделий вблизи линии соприкосновения. Из Тернополя в Северодонецк прибыл гуманитарный груз для детей. К началу учебного года школьные парты, канцелярские товары и угощения передадут в школы-интернаты трех районов Луганской области. Подробнее далее в материале. Тернопольщина детям Луганщины. Грузовая машина с таким лозунгом привезла в Северодонецк подарки для школьников, украинские книги и канцелярские принадлежности. Школьных тетрадей привезли 40 тысяч штук. Позаботились тернопольчане и об угощении для детей, передав кроме основных продуктов, таких как мука, масло, сахар, крупы, три тонны яблок нового урожая и сладости. Мы хотим, чтобы за этими территориями, которые звенены, которые украинские, под нашу владу, также они чувствовали, что они тут не одни, а за ними также стоит великая украинская держава, которая пометает про них каждый день. Василий Хаменец рассказал, что идея привезти сюда гуманитарный груз появилась во время каникул. Как только он увидел в сети обращение губернатора Луганщины Георгия Туки с просьбой о помощи школам, маршрут поездки определился сам собой, а вещи собрали в считанные дни. В первую очередь гуманитарная помощь будет направлена в школы Новоядарского, Станично-Луганского и Попеснянского районов. Эти три района не подпадают под программу ЮНИСЕФ, по распределу также международной допомоги, поэтому мы акцент делаем на районах, где точатся боевые действия. Часть подарков получат и другие школы области. Наталья Войнова, Илья Трофимов, Падии. Кроме подарков школьникам, тернопольчане привезли приветы гостинцы-землякам, военными из Тернопольской области, которые служат в наших краях. Об этом глава Тернопольского облсовета рассказал во время брифинга. Нас объединила сама история, сказал Василий Хаменец. Песня, как способ борьбы. В Северодонецке прошла творческая встреча «Вид сердца до сердца». Трубач Константин Олейник и певица Светлана Касьяненко привезли в город свои авторские композиции. Но концерт оказался под угрозой срыва. Почему, знает Анастасия Волкова. Центр Северодонецка – городской дворец культуры. Выступают трубач Константин Олейник и певица Светлана Касьяненко. Окруженные северодончанами музыканты дают концерт с названием «От сердца к сердцу». Считают его особой миссией. С первых уст видела в народу, как они втомились, как они привыкли к смерти, как уже никто на новини, так сказать, не звертает внимания. Я посмотрела, что люди ездят на море по два месяца, купуют себе дорогие вещи, ходят в рестораны. И мне так стало больно и прикро. Я закричала до народу песнею, потому что сегодня песня – это мой способ борьбы. Северодонецк стал юбилейным 50-м городом в зоне АТО для художественного десанта. А начинали с волонтерства, говорит Леонид Онищенко. Везде были, да, от Мариуполя до станицы Луганской. Ездим не для пиара, а, собственно говоря, концерты как-то постепенно вошли в ассортимент нашей деятельности. А вначале просто везли теплые вещи, еду. Концерт был практически на грани срыва. Певица Светлана Косяненко привезла на выступление свой талисман – собачку Кевина. В незнакомом городе пес испугался и убежал. На помощь пришли северодончане. Через час собачку вернули владельцу. Концерт состоялся. Анастасия Волкова, Илья Трофимов. И в завершение погоди. 1 сентября в Луганской области переменная облачность без осадка. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7-12 градусов, днем 24-29 градусов тепла. В Северодонецке ночью плюс 10-12 градусов, днем 25-27 градусов тепла. В Луганске ночью плюс 12-14 градусов, днем 25-27 градусов тепла. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте ЛОД.ЛДЮА и в новостях Радио Пульс. Обязательно встретимся на нашем канале. Я желаю вам только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин